Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня будет вечернее видео. С утра опять себя очень плохо чувствовала. Ну, сейчас вроде-то выпила таблетку, всё наладилось и решила немножко включиться с вами пообщаться. Действительно, вот такая уютная атмосфера. Презентовала я Пусечке свою накидку вязаную и она её полюбила. Ну, а я вчера распустила белую шапочку, добавила махеровую пряжу и вот уже сколько провязала. Конечно же, сейчас резинка такая корявенькая, ну, во-первых, потому что пряжа из-под распуска. Конечно, при стирке, после стирки, вернее, всё выровняется и будет шапочка красивой. Думала-думала, как же мне связать эту шапку, каким узором и решила, что повторю узор, хотя редко бывает такое, что я повторяю узоры. Буду вязать эту шапочку вот этим узором. Также немножко с асимметрией, то есть вот эти вот три полоски будут по затылочной части головы, потому что узор на 100 петель. На меньше не хочу, уж очень мне понравилась посадка вот в этой шапочке. Так что белая шапочка тоже будет связана вот этим узором. Ну, ещё чем буду заниматься, это вот, скорее всего, довяжу вторую часть вот этой наволочки. Сейчас это моё излюбленное место вот здесь вот сидеть, вязать и любоваться на каминчик. Сейчас он не потрескивает, потому что у меня телефон занят. Я же включаю озвучку на ютубе, вот. Ну, а сейчас снимаю этим телефоном. Сегодня утром померила давление, друзья. Вот лежит у меня здесь эта аппаратура. И понижена я вообще гипотоник. И давление было понижено даже, ну, на уровне моего низкого. 107, по-моему, на 67. И пульс, представляете, тоже 67. То есть низкое давление на таком высоком пульсе. Прочитала в инете, по-моему, тахикардия. Надо прекращать, наверное, злоупотреблять кофе. Больше нагрузок физических, в общем, прочитала тоже. И надо как-то делать кровь лёгкой. То есть что-то принимать, может быть, даже тот же самый аспирин. Для того, чтобы немножко жиже сделать свою кровушку. Ну, ладно, не будем о грустном. Таблетки подействовали, уже стало лучше. А значит, пойдём печь пирог. Ну, и, конечно же, потом буду вязать, продолжать вязать вот эту вот шапочку. Сейчас какой-то шапочный бум у меня. Ещё лежит два, хотела сказать, отреза. Два набора пряжи в остатке, из которых нужно связать шапочки, чтобы они не были в остатке, а были в виде шапочек. Сейчас покажу вам, что творится у нас за окошком. Ой, ну как же красиво в нашем доме вечером, друзья. Я просто не могу налюбоваться. Вот именно вечером очень-очень красиво в таком вот освещении. Так скажем, вот именно вот таким вечером неглубоким, когда ещё не совсем темно на улице. Очень люблю это время. Ну, а на улице у нас сейчас пошёл снег и немножко подмораживает. Представляете, вчера текла вода рекой, а сегодня уже вот такой морозец, естественно, галлолёд. В общем, на улице Бяка. Опять я сегодня никуда не пошла. Я уже, наверное, целую неделю сижу дома. Да, друзья, очень уменьшился у меня хлеб в рационе. Наверное, батончик мне хватает. Батончики я имею в виду 300 грамм. Вот этот маленький черниговский. Я, наверное, уже ем его неделю. Представляете? А вчерашняя запеканочка вот с тыквой и курицей, то есть куриным филе, так она вообще не требует хлеба. Её можно вот кушать без хлеба и даже, ну, просто даже не хочется её кушать с хлебом. Так что вот такие рецептики мне очень нравятся. И, конечно же, буду стараться готовить из продукта, которые, так скажем, либо без хлеба можно кушать, либо они малокалорийны. И сейчас я вам хочу предложить именно такой пирог, в котором очень мало калорий. Там у меня светится духовка. Сейчас я включу свет, конечно же, когда будем готовить. Ну, давайте немножко сказки. Помните, я говорила, открыла вот это, ну, не повидло, а называется неженка. Это пюре с яблоками и со сгущённым молоком. Вот решила сделать яблочную пастилу. Не нравится мне эта штучка. Лёшик её очень любит. Ну, вот он был, и я готовила коврижку. И забыла отдать остатки литровой банки ему в дорогу. Уже вспомнила, было поздно. Ну, в общем, решила, чтобы не пропало. Решила подсушить в духовочке это всё. И получится пастила, которую вот я съем с удовольствием. Казалось бы, один и тот же продукт, но вкусы совершенно разные. А сейчас вам покажу кусочек пирога, который хочу испечь сейчас вместе с вами. Это тоже пирог на основе тыквы. Но я бы назвала тыквенный манник, потому что здесь нет муки, здесь манная крупа. И здесь нет яйца в рецепте. Вот я оставила специальный кусочек, чтобы сравнить. Хочу сегодня с вами приготовить такой же рецепт, но с одним или двумя яйцами. И сравнить вкус, ну и консистенцию пирога. Друзья, кто не любит тыкву, я думаю, что этот пирог понравится всем. Может быть, это не совсем эстетично, но я всё-таки хочу вам показать сковородку, где был вчера этот тыквенный манник. И даже и этого бы кусочка не осталось. Но я его решила сохранить ради чистоты эксперимента, чтобы попробовать посмотреть, как же с яйцами или без готовить этот пирог. И вынести вам свой вердикт. В общем, это эксперимент. Нам понадобится 300 грамм тыквы. Я сейчас вот из этого, что у меня осталось, отрежу нужное количество. Вот здесь вот на весах взвешу. И потом это потрем на мелкой терке. Так, сейчас включу весы. Посмотрю, сколько мне ещё отрезать. Так, здесь 116 грамм. Ну, 200 грамм ещё тыквы, наверное, нужно отрезать. Ну, вот, гласо-алмаз. 300 грамм тыквы. Представляете, какая тыква. Уже приготовили запеканку. Вчера пирог, ещё один пирог и ещё на полтора пирога. Так, и сейчас вот эту тыкву потрем на мелкой терке. Друзья, это важно. Не на крупной терке, а на меленькой вот такой терке потрем эту тыкву. Я возьму вот такую штуку. Конечно, это не очень удобно тереть на мелкой, но потрем. Короче, за кадром я всё это дело потру. Трем тыкву 300 грамм на мелкой терке. Итак, 300 грамм тыквы я потёрла. Сюда добавляю стакан кефира. У меня в данном случае стакан кислого молока домашнего. Также сюда я добавлю 4 ложки сахара горой столовых. Это приблизительно 100 грамм. Там будет 100-102 грамма. Я взвешивала на весах. Всё это сейчас перемешаем немножко. Вообще сразу потом всё перемешаем. Сейчас добавим сюда ещё соду. Здесь чайная ложка соды. Я просто её высыпала столовую ложку. Сейчас немножко погасим уксусом. Я всегда так делаю. Всё сюда. Также сюда я добавлю 2 столовые ложки растительного масла. Так, сейчас помешаем. Вот в таком состоянии желательно, чтобы прошла реакция с содой. Можно оставить там буквально на минутки 3, чтобы всё хорошо перемешалось с содой. Я добавляю щепотку соли для вкуса. И одно яйцо. Повторюсь, в том пироге, который я показывала, яйца не было. Всегда яйцо поочерёдно вот так вот в какую-то посуду разбиваю, нюхаю, а потом отправляю в продукт. Потому что может быть такое, что попадётся плохое яйцо, и вы испортите всё тогда. Вот буквально недавно, давным-давно у меня такого не было, а недавно варила яйца из 4, одно было плохим. И сюда же добавим 300 грамм манной крупы. Вот я взвесила вот это вот 300 грамм. Всё сюда. Духовку уже можно включить, пусть разогревается. Но у меня она разогретая, там пастила. Потому что сейчас мы всё это дело перемешаем с манкой, и уже можно будет выкладывать на сковородку. И в этот рецепт сегодняшний я добавлю ложечку муки, чтобы скрепила манку. В тот пирог я не добавляла. Я же люблю эксперименты. Вот такая консистенция у нас должна получиться. И всё, сейчас готовим сковородку. Я выложу её пергаментом, смажу маслом пергамент, и выложу всё это дело на сковородку и отправлю в духовой шкаф. Друзья, чуть не забыла про цедру одного лимона. Но он у меня какой-то то ли высох, не знаю, смогу я потереть его или не смогу. Если у вас трётся хорошо, у меня не получается, то добавьте сюда цедру одного лимона, а лимончик сам нам ещё пригодится для сиропа, который мы будем пропитывать нашу запеканочку. Если любите корицу, добавьте сюда ещё корицы. Попробую. Ну всё, теперь можно это всё выложить на сковородку или в форму для запекания. У кого что есть. Я всегда стелю вот этот пергаментный лист бумаги. Всё, сейчас мы это всё делаем. Разровняем. Лишнюю бумагу я отрежу. Не знаю, откуда у меня взялся этот лист цельный. Вообще-то у меня в рулончике бумага. Ну вот не выкинула, знала, что пригодится. Всё. Разровняли. За камерой я так немножко потрясу на столбе. Вот, конечно, я сейчас просто уберу. Вот, вот так. Оставила чайничек, может, слышно вам там шуршу и чайник ещё. Штурка кушать захотела. Обычно я её в 6 вечера кормлю, а тут уже просит. Ну вот, пирог наш готов. Отправляем в духовку. Так, добавляю я 180 градусов. Пастила у меня на соточки готовилась. И ставлю на 40 минут. Вчера на 30, потом ещё добавляла. Поэтому сегодня уже ставлю сразу 40. Какая у вас хорошая вот эта давилка. Но Икея ушла. И где теперь купить. Друзья, Икея ушла, но походу всё осталось. На Озоне, посмотрите, мне одна подписчица написала, что такую соковыжималочку можно купить на Озоне. Так, закипает чайничек. Сейчас перервусь, шпульку покормлю. Вот как раз и чайничек пригодился мне. Я на глаз наливаю где-то 100 грамм, 100 миллилитров водички. Сюда добавляю 6 ложек сахара. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Это 150 грамм где-то. Если не любите слишком сладкое, значит 100 грамм. Сюда отправляю сок одного лимона. Вот прелесть этой давилки. Все косточки у меня здесь. Так, сейчас немножко протру, сахар рассыпала. Ну и включаем газ. Газ самый сильный пока что. Пирог печётся, сироп варится. Не теряем время. И потом, когда испечётся пирог, всё это дело зальём. В общем, покажу. Ну а здесь у нас кошачье братство. Шпулечка всё-таки выпросила досрочно свою порцию мяса. Мамочка сидит, ждёт. Она у нас воспитанная. И если шпулька оставит что-то, тогда только Маруська доедает это. Это я их так приучила. Сначала, конечно, Маруся старалась что-то даже вытеснить её. А потом получила порцию воспитания. И вот теперь только ждёт, когда шпулька закончит трапезу. Вот сейчас Монька пошёл. Моня, нельзя! Вот видите, что творится. Моня невоспитанный. Не трогай, это Марусина еда. Сначала девочка. Моня, отойди. Девочка кушает. Да, иди там водичка у тебя, иди там водичку попей. Правильно. Ведь не голодный же. Потому что ест сухой. Кушай, моя ласточка. Кушай, моя девочка. Кушай, моя красавица. Вот видите, как Маруська сидит, ждёт. Ну, а здесь уже кипит во всю сироп. Я немножечко его увариваю. Ну, буквально минуточки три. Чтобы он такой чуть-чуть тягучий был. Вот, убавила газ. Ну, в общем, на минимум. И пусть так чуть-чуть покипит. Ну, а пирог немножко приподнялся. Вот. Пусть на 180 градусов. Так, осталось полчасика нам. Десять минут прошло. Вот, шпулька наелась, ушла. Марусь, ну, доедай, твоя очередь. Ты не будешь мяско кушать, Марусь? Вы видели такое? Вы помните эту кошку, орущую целый день, как только я открою двери? Она кушала всё подряд. Всё подряд. Это дешёвый корм, и суп, и каши, и косточки. А теперь мы даже мясо не едим. Марусь, что с тобой случилось, а? Девочка моя, ты теперь поняла, что еда не кончается? Иди кушай мясо. Иди, Марусь, доедай. Вот это да. Даже мясо не кушает. Всё-таки соизволила, да, Марусечка? Доедай. Остатки самые сладкие, да? Как говорят, остатки сладкие. Доедай, моя девочка, доедай. Друзья, ещё хочу вам показать, как я вчера переделала шапочку, связанную вот английской резинкой, которую я не носила. Она мне была велика. Причём здесь всего 80 петель. Так что для английской резинки нужно набирать поменьше петелек. И что я сделала? Я распустила макушку. И потом закрыла вот айкордом. Получился очень красивый снутворотник. Всё, как я люблю. Причём он такой длинный, вы видите, да? Вот он какой. Здесь даже вот в этой части ещё и махеровая ниточка. Вот как раз там, где горлышко. Причём здесь дорогой махер, который кид-махер, не колючий. И вот теперь у меня ещё образовался вот такой комплектик с этой полушапкой или налобной повязкой. Так что вот ещё один комплект есть. Это вам идея, как из шапки можно сделать спокойно снутворотник и носить с удовольствием, если вы не любили шапку. Ну вот, наш красавец готов. Сейчас я вот так вот вилкой поделаю дырочки. Зубочисткой я проверила, что он испёкся. И сейчас вот этим нашим сиропчиком вот так вот всю эту красоту зальём. Ну и нужно подождать, когда всё это дело пропитается. Друзья, я думаю, что это будет вкусно. Я потом отрежу на разрезе. Сравним, попробуем вчерашний пирог. Слышали грохот в кадре? Это у нас Монечка разбил глиняный сувенир из Египта. Вот такие издержки содержания котов. Так что вы не думайте, что у нас так всё гладко. Иногда бывает и такое. Вот теперь наш кувшинчик. Ну, на самом деле, это не кувшинчик, это барабан. Теперь он уже не звенит. Не знаю, клеить, не клеить. Говорят, разбитая посуда. Но это не посуда на самом деле. В общем, я подумаю. Ну, очень-очень жалко мне этот сувенирчик. А стоял он, друзья, вот на этой полочке. Вот здесь вот стоял. Зачем я его сюда поставила? Не знаю. Всё время стоял на прикроватной тумбочке. И вот сегодня. То есть он сиганул либо с подоконника, либо вот с этого стула. Сиганул вот сюда. Вот такие у нас дела. Я так быстро слила этот сироп в камеру. Потом пришлось назад его сливать в кувшин. И вообще это дело, друзья, надо делать медленно-медленно. А то оно всё слилось по краям. Естественно, так не должно быть. Чтобы пирог весь пропитался вот этим вот сиропчиком лимонным. Ну что, друзья, вердикт. Вот это вчерашний пирог. Он более такой оранжевый. Здесь с добавлением муки он, конечно же, немножко другим, другой цветом. Сейчас я попробую. Друзья, вкусненько. Но по вкусу он отличается вот от этого. Здесь я отошла от рецепта. Добавила муку и добавила яйцо. А вот этот пирог мне нравится больше. То есть можно не добавлять яйцо и не добавлять муку. Да, он будет немножко рыхлый, нежели этот. Этот вот развалился, потому что он ещё не остыл. Когда он остынет, конечно же всё будет по-другому. И он ещё не напитался. Но вообще даже те, кто не любят тыкву, я думаю, что вам понравится этот рецепт. Всё, мои хорошие. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok